Девушки отдыхают Но сколько помнит себя человек, столько помнит он воинственные крики, скрежет железо, оружейную пальбу, взрывы бомб, крики раненых и стоны умирающих Человек шаг за шагом продвигается по пути технического развития Теперь и полеты в космос стали обычным делом А рядом неотступно, как черная тень, следует война Совершенствуются орудия уничтожения, становятся массовыми, космическими Десятки миллионов жизней унесли Первая и Вторая мировые войны Тысячи жизней уносят постоянно вспыхивающие локальные войны 50 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Посмотрим еще раз бесценные кадры хроники Это нужно знать и помнить Это не должно повториться Великой Отечественной войны Этот день будут помнить многие поколения россиян Этот самый длинный день в году станет самым горьким для всего народа Последние минуты мирной жизни Невидимые в предрассветном сумраке гитлеровские войска Заняли исходные позиции для нападения 5 тысяч самолетов, 47 тысяч орудий Все это обрушится на спящие города, поселки, деревни Советские аэродромы, железнодорожные узлы, дороги, двигающийся транспорт Подверглись внезапному мощному удару Гитлер убеждал своих генералов Вы должны только посильнее стукнуть в дверь И вся гнилая конструкция развалится на мелкие кусочки Германия напала на Советский Союз без объявления войны Рассчитывая на молниеносную войну, как в Европе В первый день войны немцы уничтожили 1200 советских самолетов Трудно было мирным жителям найти хоть какое-то убежище Много раз вражеские орды обрушивались на Россию Но такая опасность не угрожала ей никогда Что же поставило нашу страну на грань катастрофы? Вспомним, что ей предшествовало Год 1939 Германия уже готова совершить кровавое нападение Под ударами фашистских бомб пала Испанская республика Нацистская идеология завладела немецким народом Обезумевшие толпы вышли на улицы Нюрнберга, Мюнхена, Берлина На площадях пылали костры из книг Толстого, Ольтера, Гейна Готовясь к войне, Гитлер еще в 1930-е Говорил, прежде всего мы обращаем взор к России Военно-промышленные комплексы Гитлер из Германии полностью поддерживал Гитлера Интересы короля пушек Альфреда Круппа и Адольфа Гитлера полностью совпадали Милитаризация Германии закончилась Саарский бассейн и Австрия были захвачены Казалось, ничто не могло остановить Гитлера В 1938 году было заключено позорное Мюнхенское соглашение Лидеры Англии и Франции Чемберлен и Деладье Старались направить агрессию Гитлера на Советский Союз Они вынудили Чехословакию отказаться от части своей территории От судеб Чемберлен поверил обещаниям Гитлера Он сказал «У меня сложилось впечатление, что этот человек На слово которого можно положиться» Мюнхенское соглашение стало еще одной победой Гитлера А Чемберлен, вернувшись в Лондон, заверил свой народ Я привез вам мир Как и следовало ожидать Следующим шагом Германии стало поглощение Чехословакии На очереди была Польша Весной 1939 года блок трех агрессивных государств Германии, Италии, Японии Поставил мир на грань мировой войны Москва Здесь, в этом особняке 12 августа 1939 года Россия предложила Англии и Франции союз в борьбе против Гитлера Ответа не последовало Стало ясно, что западные державы Надеются направить удар Гитлера на восток Наша страна пошла на вынужденный шаг 23 августа 1939 года Министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Риббентроп Подписали пакт о ненападении Это была отсрочка неизбежной войны Это позволило выиграть время почти год Одновременно с пактом был подписан секретный протокол Сталин и Гитлер брали обязательство соблюдать нейтралитет В случае, если у одной из договаривающих со сторон Будет конфликт с другими странами За это Сталин получил свободу действий В отношении Прибалтики и Бессарабии А также право на часть Польши 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу Произошло то, чего он не ожидал Англия и Франция объявили ему войну Польское государство распалось В соответствии с Мюнхенским сговором Советские войска пересекли польскую границу Более 200 тысяч польских солдат и офицеров Оказались в советском плену Между СССР и Германией Была установлена новая граница Западная Украина и Западная Белоруссия Были присоединены к СССР Гитлер, несмотря на пакт о ненападении Закончил подготовку плана наступления на Советский Союз Это особо секретный план Барбароса Цель на севере Ленинград В центре Москва, на юге Киев И вся Украина Точнее, вся европейская часть долинии Архангельск-Астрахань Полное уничтожение Советского Союза как государство 22 июня 1941 года 4 часа утра Началось вторжение на линии протяженностью 2000 километров От Заполярья до Черного моря Вся мощь германского вермахта двинулась в наступление Положение нашей страны было крайне тяжело Наша военная техника устарела 40 тысяч командиров были репрессированы Новые кадры были неопытны и не имели нужной военной квалификации Сталин не верил в возможное вероломство Гитлера И считал провокации данные наших разведчиков о возможном нападении В результате война застала страну врасплох Пали города Гродно, Минск, Бобруськ, Комель, Могилёв, Каунас, Вильнюс, Псков Гитлер поспешил объявить, что Советский Союз уже разгромлен Но советские войска яростно сражались за каждый метр родной земли Нанося врагу чувствительный удар В смертельную схватку с врагом вступил гарнизон Брестской крепости Горска воинов на 30-й день войны все еще посылала в эфир сигнал Я крепость, веду бой Все вокруг плавилось, рушилось, а люди сражались Москва, 3 июля 41-го года С обращением к народу выступил Сталин Со всей откровенностью он обрисовал картину вероломного нападения И сказал, что в этой войне речь идет о жизни или смерти советского народа Люди с тревогой ловили каждое слово Гражданское население Немедленно приступило к строительству оборонительных рубежей Противотанковых рвов Покидая родные места, люди старались уничтожить то, что не удавалось вывезти Ничего не оставить врагу На захваченных врагом территориях зарождалось партизанское движение Из тыла к фронту подходило подкрепление Наши летчики все чаще сбивали немецкие самолеты А на земле, проливая кровь, показывая необыкновенную стойкость, билась пехота Все чаще давала о себе знать советская артиллерия В начале сентября Наши войска одержали первую победу под станцией Ель Впервые с начала Второй мировой войны Немцы отступили Однако дивизии вермахта рвались к Ленинграду, Киеву, Москве Субтитры создавал DimaTorzok